Хорошо, шейх. Также Всевышний Аллах упомянул в своей книге, сказав, «Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него». Можем ли мы сказать, что этот вирус также относится к войску Аллаха? Да, мы говорим, что все существующее в этой вселенной — это одно из войск Аллаха, Святый и Велик. Все эти творения, видимые они или нет, все они являются войском Аллаха Всевышнего. Вши — это одно из войск Аллаха. Также лягушки, саранча, кровь и этот вирус — это также войско Всевышнего Аллаха. Как я уже упоминал, Аллах, Святый и Велик посылает эти свои войска против тех Его рабов, кого пожелает. Это делается для того, чтобы они покаялись перед Всевышним Аллахом и вернулись к Нему. И чтобы посредством этого осуществилось то, что пожелал Аллах, Свят Он. А это — помощь притесненному, месть притеснителю, возвращение мусульманина к повиновению Аллаху и к поклонению Ему, Всевышнему. А также отказ от того, что запретил его Господь, Свят Он. И могли бы вы привести некоторые примеры о шейхе? Например, о том, что произошло с Намрудом. Намруд — это царь, приступивший к границе. Его куфры и заблуждения достигли такой степени, что он заявил, что он Господь миров, и что он творец и наделяющий уделом. Поэтому, когда он спорил с Ибрагимом, мир ему, когда Ибрагим сказал «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умершляет», он сказал «Я дарую жизнь и умершляю». Он сказал так, потому что он постановил о казни одного человека, а затем помиловал его. И сказал «Я приказал убить его, а затем оживил». Тогда Ибрагим сказал «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. На этого тагута, кафира и притеснителя, который в своем беззаконии и заносчивости достиг великого предела, Всевышний Аллах наслал насекомое. Насекомое, которого даже не видно, забралось к нему в мозг через ухо. И он на протяжении долгих лет истязал сам себя избиением. Когда это насекомое, находящееся у него в голове, шевелилось, то оно не успокаивалось, пока он не начинал бить себя по голове. Он бил себя по голове, пока это насекомое, которое находилось в его голове, не успокаивалось. И только тогда он отдыхал. Когда это насекомое шевелилось, этот намрут бил себя по голове многократно, чтобы избежать этой боли. И так продолжалось до тех пор, пока Аллах, Свят Он и Велик, не убил его этой болью. Задумайся же над тем, что Всевышний Аллах погубил этого великого тирана при помощи незаметного насекомого. Поэтому, когда кто-то из амиядских или агасидских правителей сказал, для чего Аллах сотворил мух, ему было отвечено, чтобы посредством них унизить тиранов. Как я уже упоминал в начале этой встречи, что могучие мировые силы, владеющие всеми огромными арсеналами оружия, оказались растерянными, бессильными и униженными перед этим вирусом, объявив чрезвычайное положение. Это всего лишь один вирус. А представь, если Аллах, Свят Он, пошлет множество вирусов, что тогда будут делать эти люди? Однако Аллах, Свят Он Всевышний, желает от своих рабов, чтобы они вернулись к Нему, покаялись перед Ним, и чтобы они улучшили свои отношения с Ним, Свят Он.